Выжить при бурных темпах роста строительного бизнеса дорогого стоит. Санаторий имени Чкалова на французском бульваре 85 – одно из немногих специализированных медучреждений, которое не только сохранило свой функционал, но и стремится к постоянному развитию. Здесь лечат онкозаболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой, нервной системой и эндокринной системой у деток. Многопрофильный санаторий имени Чкалова принимает более 300 маленьких деток в сопровождении родителей, а самое главное – путевки оплачивает Министерство здравоохранения. Уникальность нашего санатория заключается в том, что мы единственная в Украине. Занимаемся санаторно-курортным оздоровлением детей с кардиологической патологией, с онкозаболеваниями и с драматологическими заболеваниями, а также вместе с санаторием Хаджибей лечим деток с неврологической патологией. Но вот три наши основные специализации – онкология, кардиология и драматология – делают нас абсолютно уникальными. Руководство санатория пригласило нас на экскурсию, поэтому идем смотреть. Первый пункт назначения – процедуры грязелечения. Этот вид процедур один из самых древних, но и один из самых универсальных. Поэтому терапия при помощи телебной грязи имеет широкий спектр применения. От кожных заболеваний до лечения нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В санатории используют два вида грязи – с озера Севаш, Херсонская область, а также с Куяльницкого лимана. Уникальность состоит в их составе минеральном, качественном. У нас в Одессе есть очень известный на всю Украину, на весь Советский Союз, на весь мир, Украинский институт курортологии и медицинской реабилитации, где, в общем-то, разрабатывались основы грязелечения, учитывая именно минеральный состав грязи, количественный состав минеральной грязи и, в общем-то, те методики, с которыми мы можем работать именно по грязелечению. Как рассказывают специалисты, во многих случаях лечение кожных заболеваний, таких как псориаз, нейродермит, дерматит, при помощи лечебных и грязевых ванн помогает надолго избавиться от симптомов болезни. Ведь под воздействием теплой воды улучшается кровообращение, поры кожи расширяются, поэтому в организм проникают целебные вещества. Мы с вами сейчас находимся в отделении водолечения. У нас здесь 8 ванн. Все 8 ванн оборудованы решетками для жемчужных ванн. Это когда пузырьки воздуха под давлением создают эффект жемчужины. Это очень нравится и деткам, и взрослым. Это обладает протонизирующим действием. Что касаемо наших водных процедур, у нас все водные процедуры на морской воде. Это повышает эффективность вообще водолечения. Это, безусловно, прием минеральных ванн, то есть уже один из больших плюсов. Плюс добавление различных лекарственных веществ. Мы отпускаем хвойные ванны на экстракте хвои. Мы отпускаем шалфейные, лавандовые ванны с добавлением эфирных масел шалфея и лаванды. У нас есть для взрослых уже скипидарные ванны. И для деток с дерматологической патологией так называемые дерматологические ванны. У меня двое детей с генетическим заболеванием ихтиоз. Он, как таковы, не лечится, но очень облегчается благодаря процедурам. Это вот купание в морской воде, так, с добавлением препаратов дерматологических. У нас очень идет облегчение. Вот мы приехали сюда, у нас кожа была в ужасном состоянии. Просто вы не... Ну, это очень тяжелое заболевание. И вот уже спустя 20 дней мы принимаем, ежедневно нам назначили ванны дерматологические. Кожа начала сходить и раны начали заживать. Также в санатории имени Чкалова проводят лазеротерапию. Процедура улучшает обменные процессы, дает обезболивающий и противовоспалительный эффект. Повышает иммунитет и снимает отеки. Лазеротерапия – это лечение лазерным лучом. Оно имеет противовоспалительные действия. Сейчас мы ребенку лечим хронический аденоидит. Также это все лорорганы. Также хронический тон, танзелит. Противовоспалительные. Снимает воспаление, отеки. Снимает, улучшает иммунитет данных органов, на которые мы ставим. Поднимай головку, Макар. Опять? Опять. Действие точно такое же. Здесь мы лечим хронический бронхит, бронхиальная астма. Все внутренние органы. Закрывай. Подводный массаж – еще одна методика водолечения, которую используют в детском учреждении. Главное отличие от обычного массажа – это максимально расслабленное тело пациента. Как результат – более глубокий и безболезненный массаж. Процедура называется подводный душ-массаж. Он особенный тем, что он улучшает право вращения. В санатории есть свой мини-детский сад. Для того, чтобы родители не переживали, где и что делают их дети во время их процедур, маленькие пациенты находятся с воспитателями. В игровой комнате они играют, рисуют и занимаются тем, что душе угодно. Это мой космический корабль, у которого есть пушка и прицел. Тебе нравится что-то моделировать, конструировать? Да, он полицейский. Без спорта никуда. На территории учреждения действует свой спортзал. Всем без исключения прописаны индивидуальные системы тренировок, ведь, как говорят специалисты, у каждого свои особенности. В зале ЛФК мы встретили маму, которая ездит в этот санаторий уже более семи лет. Женщина рассказывает, что результат от лечения очевиден. Результат есть. Результат есть. И ребенок после процедуры, я по-старшему могу судить, у него хронический танзелит. То есть мы полностью год можем обходиться без препаратов. И не болеет именно простудными заболеваниями. А младший у него суставы больше страдают. Ну вот результат есть. Ну и как же в санатории без фиточаев и пенки? Дети кушают ее каждый день, и, что самое главное, с большим удовольствием. Она смочная, я ее люблю. Она смочная, сладкая, корыстная. Ты прям любитель пенки, да? В стоимость путевки также входит и питание. Как отмечают родители, диетическое питание только дополняет весь комплекс лечения. Питание диетическое. В общем, оно удовлетворяет спрос всех. Дети приезжают с разными заболеваниями, поэтому по потребностям, и да, мы довольны. А вот дети сознаются, бургеров и картошки фри не хватает. Ну, дома вкуснее. Тут что-то. Все диетическое. Полезно. 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 Руководство санатория отмечает, что планов улучшить детское учреждение еще достаточно. Для начала хотят восстановить бассейн, чтобы проводить аквапроцедуры на морской воде. Безусловно, хотелось бы восстановить бассейн для того, чтобы предложить деткам и сопровождающим лицам аквапроцедуры, которые очень полезны для всех групп заболеваний, включая и постковидную реабилитацию. То есть, мы, конечно, об этом мечтаем. Для нас это будет топовая тема. Если у нас такая будет возможность, мы, безусловно, реанимируем наш бассейн и предложим нашим пациентам вот такие новые виды реабилитации. Впрочем, учреждения богаты не только действенными процедурами. Это одно из немногих мест в Одессе, где можно полюбоваться историческими особняками. На территории санатория в свое время находились дачи влиятельных и выдающихся одесситов. Кристина Черновалова, Юлия Пальнова, Телеканал Репортер.